Дорогие друзья, добрый день! С воскресным днём всех вас! Я недавно завершил литургию, сейчас через несколько минут пойду крестить. Решил делать запись про рабов Божьих. О чём идёт речь? Приходится слушать от людей такую вот мысль, что, батюшка, вы нам особо не навязываете, там, понятно, бабушки пусть ходят к вам, фанатики ходят на службы, посты и всё такое, а мы можем сами дома и помолиться, и попросить Бога обо всём. Нам посредники не нужны. Когда мне плохо, я встала дома, помолилась. Главное, вот здесь, в душе, чтобы Бог был, а не на показ. И сплошь и рядом такое слушаешь. Прям вот засилье везде, в каждой голове почти, что сидит вот эта мысль, что я помолюсь сама, а мне посредники не нужны. Получается, человек не задумывается над тем, что он вообще ставит под сомнение существование церкви. Он таким образом оспаривает даже саму идею, зачем церковь нужна, если можно дома индивидуально помолиться. И вот, кто помнит, в 90-е годы была такая группа Дипешмот. У них была очень известная песня «Rich Out». Она, по-моему, так переводилась, «Личный Иисус». Вот у каждого получается свой личный Бог, личный Иисус. На самом деле, это вообще в корне противоречит самому священному писанию. Это противоречит самому Христу, самому Иисусу, который, например, в Евангелии от Матфея говорит, «Там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и я посреди вас буду». Господь сказал, что там, где собираются люди во имя Мое, собрание, церковь, да, церковь переводится «собрание», там, где люди собираются для молитвы Господу, там Господь среди них. Это принцип церкви – соборно молиться, совместно. А твоя молитва – это такой ручеек. А когда несколько десятков ручейков сливаются, это уже река. Поэтому река всегда мощнее, река всегда полноводнее, река всегда достигнет любой точки, а ручеек может быстро засохнуть и не справиться. Но я хотел бы сегодня еще о другом сказать. Вот смотрите, потеряна субординация в духовной жизни. Вот вообще сбиты барометры, сбиты все системы вообще координации. Люди как будто опьянены какой-то гордыней, самолюбием. Настолько самолюбие въелось в сознание многих людей, что они даже молитву совершают с такой гордыней, с таким чувством, что вот я помолился, я там все, я там то. Или говоришь с человеком, а он тебе заявляет, знаете, я никого не убил и не украл, я дома молюсь, я нормальный человек. Что от меня надо? За что меня Бог должен наказывать? Сам человек себе поставил в подвиг, что он никого не убил и не украл. Ну нормальные люди вообще так и должны жить, никого не убивать и не красть. Вот. И вот сегодня мы как раз в храме читали такое место, это Евангелие от Луки, где Петр, увидев чудо Христа, Христос совершает чудо, там ловятся рыбы чудесным образом, Петр припадает к коленям Иисуса и говорит, Господи, отойди от меня, потому что я человек грешный. А Христос его приобадывает и говорит, не бойся, Петр, я соделаю тебя спасением для других людей. То есть, вот смотрите, апостолы перед Иисусом на коленях говорят, Господи, я грешный человек, я не достоин быть рядом с тобой. Вот эта субординация, она была у всех апостолов. Или, например, Иаков, тоже апостол Христов, пишет, начинает свое послание, это Новый Завет, послание апостола Иакова. Иаков раб Иисуса Христа. То есть, апостолы себя называют рабами. Петр на коленях перед Христом. Господи, я не достоин, чтобы ты был рядом со мной. Вот нормальная, правильная субординация, когда человек чувствует себя грешным, недостойным Господа. А в нашей практике получается так, наоборот, человек считает, что вот он помолился, и Бог обязан его услышать. А где гарантия, что Бог тебя вообще слушал и должен тебя слушать? Вот задумайся, почему ты уверен, что твоя молитва, гордая, надменная, грешная твоя молитва, домашняя, когда ты дома помолился, она непременно обязана быть услышана? Я хочу привести три места из Священного Писания. Первое место. Книга пророка Иова, где сам Бог говорит двум людям, Епифас и Елиазар, «Вашу молитву я не приму, пусть за вас помолится раб мой Иов праведный, только его молитву я приму за вас». Сам Бог напрямую в лицо говорит людям, что ваша молитва мне не нужна. Можете даже не молиться, я даже не буду ее слушать. А когда за вас помолится вот мой праведный Иов, раб мой, его молитву за вас я приму. Видите, братья и сестры, потрясающее место. Оказывается, что Бог может отказать человека, он даже может не слушать. И вот здесь очень важно возникает роль посредников, тех святых, которым мы просим, молимся, чтобы они за нас походатайствовали. Второе место. Случай, когда Христос был в Ханании, мы читаем, это Евангелие от Матфея, как некая хананиянка идет и вопьет Иисусу, «Господи, помилуй, моя дочь беснуется, он же не отвечал ей ни слова». То есть несколько километров женщина идет за Иисусом, он даже не обернулся, ни разу не обернулся, ни слова не проронил. Тогда ученики подходят и говорят, «Господи, отпусти, ну что-нибудь сделай, она нам след вопьет, она уже нам голову всю забила». И только когда ученики вступаются, вот тогда Христос оборачивается и получает она свое просимое. Это второй пример, как Бог не реагирует никак, не отвечает, не поворачивается на моление грешницы. И только когда посредники появились, апостолы, они заступились, «Господи, ну что-нибудь сделай», тогда Христос обернулся. Это второй момент. Третий момент. Первое чудо Иисуса Христа в браке в Кане Галилейской. Закончилось вино на свадьбе. И, видимо, обедная была свадьба, что Мария, Матерь Господа, поворачивается и говорит, «Вина не имут». То есть нет у них вина. А Господь ей отвечает, «Что мне и тебе, жену, не пришел час мой? А что тебе и мне? Но еще не настал мой час. Христос еще никаких чудес не совершил». И тогда Мария подзывает слух и говорит, «Все, что сейчас скажет сын мой, то сделайте». То есть она стоит перед фактом. И когда слуги подходят ко Христу, тогда он уже говорит, «Принесите водоносы с водой». И когда они это сделали, он притворил воду в вино. Первое чудо Христа, он умножил вино на браке в городе Канн-Галилейский. То есть мы третий случай видим, когда Христос говорит, «Нет, я не буду, я не буду. Не пришел мой час, я еще не буду». А Богородица говорит, «Вот все, что он сейчас скажет, то она ставит перед фактом». Поэтому мы ее называем «Ходатайца», «Заступница наша перед Сыном Божьим». Сам Христос не собирался, воля его была иной, но он изменил свою волю, когда заступилась и попросила сама Матерь. Поэтому вот эти три места говорят о том, что у Бога есть полное право не отвечать и не слышать никакие молитвы. И когда человек говорит, «Я дома помолюсь, я дома сам, я дома сям», братья и сестры, подожди, а может твоя грешная молитва Богу не нужна? И четвертое место я хочу провести, может быть, очень-то отрезвляющее. Это тоже Евангелие от Матфея. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство мое, но исполняющий волю мою». «Не всякий, кто мне говорит, Господи, Господи, войдет в Царство Божье». Братья и сестры, это очень важное место, очень отрезвляющее место. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, но исполняющий волю мою». А воля Божья, она какая? Какая воля Божья? Ну то, что ты не убил, не украл, ну молодец, слава тебе, Господи. Дожились. Уже надо хвалиться тем, что мы никого не убили. Дальше. Какие еще заповеди есть? «Не прелюбодействуй», да? «Не пожелай», «Почитай от своей мать». «Седьмой день». «Ходишь в храм по воскресеньям?» Это тоже воля Божья? Нет, нет. Есть еще такая заповедь. «Приимите это плоти и кровь моя за ваши грехи, причастие». Причащаешься? Нет. Есть заповедь. Любить ближних, молиться даже за врагов, за обидчиков. Молишься за обидчиков, прощаешь обиду от сердца, умеешь благотворить даже тем, кто тебя делает нехорошо. Нет. Так ты Божью волю никак не исполняешь. Божья воля, она не только в том, чтобы ты никого не убил, он не крал. Она еще в том, чтобы ты о Боге не забывал, чтобы ты седьмой день для Бога посвящал, чтобы ты причащался и исповедовался в грехах своих, чтобы ты жил в той церкви, к которой ты принадлежишь. Божья воля состоит во многом, в образе жизни. Поэтому не всякий, говорящий мне, «Господи, Господи, что толку, что ты дома там по-своему молишься, когда тебе плохо, когда у тебя на душе кошки скребут, встал, помолился. Но, Господи, Господи, ну а где воля Божья? Где ты исполняешь?» То, что тебе, когда трудно, ты к нему взываешь, это понятно, это просто такой инстинкт самосохранения в тебе срабатывает. А когда тебе хорошо, ты где? Ты его благодаришь? Ты придешь к Богу сказать спасибо за все, что есть? Поэтому, дорогие друзья, Библия, вообще вера в Бога, это не игрушки. Нельзя думать, что играючи вот так вот, промежду прочим, можно еще и быть верующим. Нет, нет, еще раз нет. Никогда такого не было. Для Бога это настолько серьезно, что Он умер на кресте. Для Бога это настолько серьезно, что Он конкретно за наши грехи кровь проливал на деревянном кресте, пробитой гвоздями. Вот как Бог это все видит и воспринимает. Вот как для Него вплотную эта проблема значит была воспринята. А ты думаешь, что ты там так чисто, когда тебе удобно, помолился там. Бесы тоже веруют, что Бог есть. И трепещут. И все равно бесами остаются. Поэтому, дорогие друзья, всем нам вот в этот день воскресный, когда каждый христианин должен вообще-то в храме быть, мне хочется пожелать, чтобы мы отрезвились сегодня. Люди говорят, что это за религия такая? Почему Бог нас рабами называет? Да ребят, хочется сказать, ребят, да расслабьтесь вы. Какие вы рабы? Раб это тот, кто волю исполняет. Раб это тот, кто творит волю своего господина, господа. Ты волю его только нарушаешь. Ты даже до раба тебе еще дорасти надо. Ты еще рабом не называться, не можешь даже. Чего ты волнуешься? Какой ты раб? Где воля Божья в твоей жизни? Как ты ее? Ты ее никак не исполняешь. Ты ее только нарушаешь. Поэтому отрезвимся, дорогие христиане, отбросим от себя вот это страшное понебратство, думая, что Бог вот так вот помолился, и все, и он прям сразу тебе вынь да положь. Заслужи, чтобы он твою молитву слушал, слышал. Потрудись, исполни его волю, научись находить по-настоящему время для Бога. Научись по-настоящему любить ближних. Ты вчера этим языком соседку клял, на встрече, на улице там кричал или там за рулем ехал, обзывал самыми черными словами человека, а сегодня твой язык значит Богу молитву высылает. Да твой поганый язык, которым ты каждый день ближнего своего осуждаешь, оскверняешь, очерняешь, он не имеет права к Богу потом взывать, пока не покаешься, пока не исправишься. Вот, дорогие друзья, поэтому духовная жизнь это не игрушки. Духовная жизнь это настоящая перемена по тому покаянию на греческом метанои, изменение ума, настоящая перемена ума. Ты должен быть ты должен изменить свои ценности, по-настоящему воспринять Господа и полюбить Господа своего, начать действительно Его любить, служить Ему, хотеть быть с Ним. Тогда только Он начнет слушать твою молитву и тогда только будешь Ему угождать. Поэтому всех вас, христиане, с праздником! Храни вас Господь и вразуми вас Господь по молитвам Святой Церкви. Аминь. С праздником! Аминь. 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 Аминь.